МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Давай, заходи. Зачем мы вообще это делаем? Ну, ты же хотела приключений. Ну, не ночь уже по тупикам. Так, не бойся. Ты же со мной. Паш. А? Там кто-то есть. Иди. Стоп. Эй, мужик. Ты что, пьян? Сваливай. Паш, подожди. Сваливай. 19 августа 1975 года в Краснодаре в тупике по улице Короткой двое молодых людей обнаружили труп парня. Они же и вызвали милицию. Документов при погибшем не было. Видимых повреждений на теле не обнаружено. Разобраться в деле и найти убийцу поручили следователю прокуратуры Борису Семеновичу Никишову. Сыщиков удивило место, где было совершено убийство. Тупик просматривался с улицы и примыкал к жилым домам. Что произошло? Убийство. Парень. Документов нет, кошелька тоже. Свернули шею. Под подбородком небольшой кровоподтек. Использовали борцовский прием. Думаешь, убийца с подготовкой? Уверен. Могу на Диме показать. Дим, подойдешь? Дим. Взял шею в захват. Вот так. Потом резко повернул голову. Что привело к перелому верхних шейных позвонков. Полегче. Десантиги так любят делать. Отпусти. Что, больно? Прости, я легонечко хотел. Щекотно. Значит, убийца с подготовкой. Рукопашным боем владеет как минимум. Время смерти? Около девяти. Что у вас? В кармане этикетка от жвачки Педро. На земле какие-то таблетки и упаковка от них была. Но есть отпечатки. Три штуки. Это не таблетки, это холодок. Что? Вы что, у чехословаков в лунопарке не были? Конфетки такие мятные там продаются. И жвачка тоже такая есть. В Кегельбане. Правильно. Жвачка. Чехословацкие передвижные лунопарки в СССР появились в начале 70-х. Кегельбан, комната страха, разнообразные карусели. Все это стало настоящим праздником для детей и взрослых. С тех пор приезд лунопарка ждали с нетерпением. Билет на каждый аттракцион покупался отдельно и стоил в среднем 50 копеек. Особой популярностью пользовался Кегельбан, где можно было выиграть или просто купить импортные жвачки, конфеты, ручки, пеналы, игрушки и другие мелочи, которые до этого видели разве что дети моряков и загранкомандированных. Цены в Кегельбане были немаленькие. Жвачка Педро стоила рубль. Упаковка конфет, прозванных в народе холодок, рубль 50. Ручки и ситечки для чая по 3 рубля. А пеналы и мягкие игрушки от 5 рублей и выше. Не знаю, как там в лунопарке, не был. А у нас парень одетый в импортную одежду. Идемте. Смотрите, на нем джинсы, кроссовки Адидас. И на рубашке бирка иностранная. Что за жирное пятно? Упустил. Свежее? Запах какой-то специфический. Что-то напоминает. Напоминает массе змеиным ядом. Такой же ядреный запах. Конфеты, жвачки, змеи, импортная одежда. Мне это все не нравится. Умеете вы коллективно обрадовать? Завтра в лунопарк пойдем. У кого есть анальгин? У меня. Дай, зуб болит. С утра пораньше Никишов и оперативник наведались в лунопарк. Работники лунопарка узнали убитого. Он работал в Кигельбане. Его звали Сденек Кучера. Последний раз Сденека видели вчера. Часов восемь. Около Кигельбана. Гражданин. Вы Томаш Новак? Я? Следователь прокуратуры Никишов. Нам сказали к вам обратиться. Я вас слушаю. Скажите, вы родственник этого парня? А что случилось? Он убит. Я брат его жены. Скажите, а у Сденека были враги? Может, он попал в неприятности? Нет, у Сденека все было хорошо. А он вам не сообщил, что он планировал делать вчера вечером? Я видел его восемь, а после не видел. А ваша сестра? Она тоже здесь? Мы можем с ней поговорить? Нет, Ильичка дома, в Аштраве. Только я и Сденек здесь. Ясно. Еще один вопрос. Среди работников лунопарка с кем убитый общался больше всего? Ну, дружбы Сденек ни с кем не водил. Днем работал, а после спал или гулял по городу. Спасибо. Вам нужно будет в морг подъехать, труп опознать. Я понимаю. Надо домой сообщить. И в консульство сообщи, убитый же иностранец сделаем. Борис Семенович, к Зубновам вам надо. Два, пожалуйста. Ага. На здоровье. Пломбир. Угу, отлично. Это вы про Сденека спрашивали? А вы что, хотите нам что-то рассказать? Пару дней назад к Сденеку какой-то амбал приходил. И они ссорились. А из-за чего была ссора? Понятия не имею. Так уж и не имеете? Такая девушка, как вы, всегда в курсе всего. Ну, не знаю, честно. Я, конечно, попыталась выведать у Сденека, но ничего не сказал. Они какие-то скрытные, эти чехи. А тот, что угрожал Сденеку, вы когда-нибудь его видели? Знаете, кто это? Нет. Но если увижу, узнаю. Поможете нарисовать портретик нашим умельцам? Конечно. Жалко же парнишу. Когда у следствия появился фоторобот подозреваемого, оперативники быстро установили его личность. Александр Прошутин. 45 лет. Бывший десантник и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Прошутин проживал недалеко от места убийства. Жил мужчина с 20-летней дочерью Римой. Соседи Прошутина показали, что за неделю до убийства видели, как Сденек выходил от Римы. Следователь Нетишов распорядился немедленно доставить Прошутина на допрос. В тупике по улице Короткой в городе Краснодаре двое молодых людей обнаружили труп. Неизвестный погиб из-за перелома шейных позвонков в результате применения к нему приема, которым владеют десантники. На месте преступления найдены этикетка от жвачки Педро, леденцы холодок и несколько отпечатков пальцев. Установили личность убитого. Гражданин Чехословакии Сденек Кучера, работник «Лунопарка». Свидетельница рассказала, накануне убитый ссорился с крепким мужчиной. Анальгин. Неправильно это. Послушай, у меня сестра двоюродная, зубной врач. Ну, не надо. Боюсь я, понимаешь? Заключение принес? Да. Пальчики на упаковке не убитого. Я отдал в работу, ищем. Может, что-то выплывет. Не порадовал. Что еще? Жирное пятно на воротнике. Это не мазь, а крем со змеиным ядом. Импортный. Уже немного радует. Как определил? У меня химики знакомые есть. Сделали анализ вспомогательных веществ. Там, кроме змеиного яда, еще обезболивающие и отдушки. Почему решил, что крем импортный? Среди кремов отечественного производства такого состава нет. Он использовался для лечения артрита. Если ты мне еще страну сказал и марку. Ну, чем могу. Ладно, мне работать пора. А про сестру подумай. По какому праву меня задерживают? Умеете вы торопить события. Вы не задержаны, а доставлены на допрос. Прекрасно. Судя по реакции, с убитым был знаком. Подождите. Давайте разберемся. У меня нет времени ждать. Рассказывай, чем тебе убитый не угодил. Но предупреждай, не вздумай врать. У меня есть свидетельские показания относительно твоей ссоры с убитым. Также нам известно, что убитый общался с твоей дочерью. А еще ты бывший десантник. Кандидат мастера спорта по вольной борьбе. Так что шеи сломать, ногу. Я понимаю, что все против меня. Но я не убивал. Я вообще даже не знал этого парня. У меня дочь Рима, она беременна. Я ее поспрашивал. Она сказала, что вот от этого я и пошел. А что бы вы сделали, если бы какой-то гастролер вашу дочь обрюхатил? Я бы убил, как и ты. Послушайте, я просто хотел с ним поговорить, как мужик с мужиком. Ну, раз заделал ребенка, так женись. Она что, в 20 лет должна матерью-одиночкой становиться? Я ему говорю, ты подумай, как брак будем оформлять. Ты же иностранец. А он в отказ. Не захотел, значит? Если бы. Да он начал врать, что он Риму не знает. И что ребенок не от него. Я не знаю вашу дочь. Врешь? Она беременна от тебя. Да не вру, у меня жена. Я своей жене не изменяю. Да что ты мне прожку весну заливаешь, а? Аппортунист. Откуда она тогда знает твое имя? Мы виделись один раз. Просто представился, когда был у вас дома. А что ты делал у меня дома? Послушайте, я не трогал вашу дочь. Может, она с кем-то другим была? А? А ты сволочь! Что ты мне паки тут теряешь, а? Да я таких, как ты, насквозь вижу. Я все сказал. Я все сказал. Ты, чехослованский доджуан. Здесь все дружба народом не закончится. Я тебя устраиваю как патриалистический рай. Ты не хулигань. Эй, парниша! Может, в милицию вызвать? Не волнуйтесь. Я с тобой еще не закончил, так что волнуйся. Понял? В общем, я ничего от него не добился. И что ты собирался делать дальше? Я не знаю. Я когда узнал, что этот мерзавец женат, я растерялся. Я думал сказать все его жене. А потом по дороге домой меня догнал тот другой чех. Какой другой чех? Томашем представился. Ну, брат жены с Денеком. Стал меня спрашивать, какие у меня со Денеком дела. Ну, я все объяснил. Умеешь ты удивить гражданин Прошутин? Очень странно. Мы недавно разговаривали с Томашем. И он ни про тебя, ни про твою дочь, ни слова на мне сказал. А вот это уже очень интересно. Я ему все выложил. Еще и пригрозил, что если его родственничек не признают ребенка, я найду на него управу. Да я до посла дойду. У тебя алиби есть? 19 августа с половины девятого до девяти вечера. Я дома был? С дочерью? Один. Я ее к тетке в Петенгорск отправил. Значит, алиби нет. Снимать отпечатки пальцев будем, гражданин Прошутин. Давай, давай. Хорошо. У Прошутина не было алиби, но отпечатки его пальцев не совпали с найденными на месте преступления. Артритом он не страдал, след крема на рубашке оставил не он. Прошутина отпустили. Но Никишов вызвал из Пятигорска его дочь Римму. С ней надо было поговорить. А пока сыщики решили еще раз побеседовать с Томашем Новаком. Узнать, почему он не сообщил о разговоре с Прошутиным и не рассказал, что тот угрожал Сденеку. Почему ты нам сразу не рассказал о Прошутине? О каком Прошутине? Я вам все сказал, я больше ничего не знаю. То есть ты хочешь сказать, что Прошутин к тебе не приходил и про свою беременную дочь тебе не рассказывал? Нет. А что вы делаете? Вы не можете. Знакомый запах. Это твой крем? Мой. Змеиный яд? Гражданин Новак, вам придется проехать с нами. Я же вам сказал. Все. Что вы еще хотите? Хотим узнать, не вы или убили господина Кучеру. Тебе бы не в Луна-парке, а в театре работать надо. Прекрасный бы актер вышел. Мне нужен мой крем. Мне руки болят. А у меня зуб. Так теперь что? Допрос не вести? Надо солью пополоскать. Поможет. Твои отпечатки указательного и большого пальца совпали с двумя из трех найденных на упаковке с холодком. А твой крем по составу такой же, как пятно на рубашке убитого. Я не хотел говорить, но, видимо, придется. Мне тот мужчина, Прошутин, сказал, что Сденек с его дочкой был. Я узнал у Сденека, а он сказал, что не был. Сказал, Энешку любит и сказал, дочь обманула. Я поверил в начале Сденеку, а когда увидел, что он раньше выходит из Луна-парка, я решил за ним проследить. Я шел, шел и не нашел, где он стал искать. Нашел, а он не живой. Я пульс потрогал. Пульс щупал. Допустим, я тебе поверю. А зачем упаковку с холодком трогал? Я не знаю. Рука сама потянулась. Я подумал, странно. Откуда сладости? Понимаете, у Сденека была аллергия на ментол. Он холодок не ел. Ну, а я испугался и убежал. Складно. Очень складно. А почему о Прошутине умолчал? Я не хотел говорить, потому что боялся. Я не хотел Сденека брать в помощники. У него сестра, младшая Петра, в декабре поехала в Советский Союз, в туристическую поездку. Написала из Краснодара, а потом пропала. Сденек волновался, и когда узнал, что Луна-парк едет в Краснодар, попросил взять его с собой. Ну, чтобы найти сестру. Умеешь ты удивить, так его сестра здесь. Приехала в декабре и пропала. Ее должны искать. Да, у нас с этим строго. Что еще знаешь о сестре убитого? Больше ничего. Больше ничего. Я правду говорю. Я... Да, я не любил Сденека, но я не убивал. Никишов задержал Томаша Новака, но перед тем, как официально вынести ему подозрение, решил переговорить с Римой. Девушка уже вернулась из Пятигорска. Кстати, помимо отпечатков Томаша на упаковке конфет, холодок был еще один, идентифицировать который пока не удалось. Да, Сденек правду говорил. Мы не были знакомы. Тогда зачем ты отцу назвал его имя? Его не Ваня зовут, а Сденек. Такое имя просто так на ум не придет. Я его видела один раз. Он пришел к нам, представился. Сказал, не первый раз приходит. Обрадовался, что я дома наконец-то. Я его так имя и назвала. Приходил не первый раз, а отец его никогда не видел? Странно. Папа летом часто в Пятигорске у тетки. Я у подруги жила, когда его не было. Дома редко появлялась. У подруги или у друга? Зачем убитый к вам приходил? Он думал, что в нашей квартире его сестра живет. И парень какое-то фото показывал. А почему убитый искал свою сестру по вашему адресу? Я не знаю. Мы недавно сюда переехали. Может, они до этого жили. Уже легче. Римма, а зачем ты отцу соврала? Так получилось. Я не знала, что он с Чехом разбираться пойдет. Я думала, Чех уедет скоро и все. И все? Умеешь ты интригу закрутить? Забеременела от нашего, а папе сказала, что от Чеха? Она что, не хочет жениться? Не хочет. Как звали парня, которого искал Сденек? Федор. У него еще татуировка на руке. Чертово колесо. Показания Риммы косвенно подтверждали рассказ Томаша. Сденек искал свою сестру. Никишов решил собрать всю возможную информацию о сестре убитого Петре Кучери. Девушка могла въехать в союз только по визе, выданной Министерством иностранных дел. Выехать из страны тоже только по визе. Если бы Петра в указанный срок не покинула страну, ее бы стали искать. Следователь распорядился отправить запрос в МИД, а также поднять все сводки по пропавшим иностранцам за последние 10 месяцев. И проверить гостиницы Краснодара, не останавливалась ли у них в декабре 74-го гражданка ГДР по фамилии Кучера. Это висяки? Это насильники в архив. Анальгин есть? Борис Семенович, да короче вам надо. Но она сама не пройдет. Пломба выпала. Дима, я сибиряк, у меня все зубы здоровые, ни одной пломбы нет. А тут решил орех раскусить и зуб треснул. А зубных врачей я очень боюсь, поэтому давай ближе к делу. Давайте. Вот, отработка гостиниц пока результатов не принесла. Успели проверить две в регистрационных журналах ни одной иностранки с фамилией Кучера. Плохо. Да. И вот пришли результаты по поводу третьего пальчика. Так вот, точно такой же отпечаток фигурировал в деле убийства другой девушки. Убийцу не нашли, хозяина отпечатка тоже. Но вот способ убийства. Перелом шейных пазанков. Вот это я называю удивить. Узнав об убийстве девушки, Никишов сразу же встретился со следователем, который вел это дело. Не густо. А показания свидетелей? Да нет свидетелей. Стопроцентный висяк. Нашли за городом со свернутой шеей. Это было зимой 15 декабря 1974 года. И что, за 9 месяцев ни одной подвижки? Не-а. Кто такая, не знаем. Возраст приблизительно 23-25. О пропаже никто не заявил, ориентировка не сработала. Ну, единственной зацепкой был отпечаток пальца на сережке убитой. Но идентифицировать его не удалось. Беременная была? Угу. Четвертый месяц. А вы не думали, что убитая иностранка? У-у-у. Да, где-то она хорошо была. Но во все доступное у нас. Я возьму? Конечно, берите. Если что найдете, сообщите. Непременно. Думаю, закроем ваш висяк. Фото убитой девушки Никишов показал Риме. Она подтвердила, что между убитой и сестрой Сденко, которую Римма видела на фотографии, есть сходство. Пришел ответ из Министерства иностранных дел. По их информации, Петра Кучера, гражданка ГДР, въехала в Союз, а именно в город Ленинград, в декабре 1974 года. Но в феврале, в установленный срок, Союз не покинула. Девушку стали искать. По месту пребывания сведений о том, что она покинула Ленинград, не было. Потом поиски расширили. Но до Краснодара ориентировка на Петру так и не дошла. Никишов разыскал бывшую хозяйку квартиры, где теперь проживали прошутины. Следователь чувствовал, если поймет, почему Сденек считал, что его сестра проживает в квартире прошутиных, то поймет, кто и зачем убил вначале Петру, а потом ее брата. Вы знаете, где-то за полгода до переезда в квартиру, садитесь, ко мне девушка приходила, миленькая такая, иностраночка, то ли полька, то ли чешка, судя по акценту, Петра звали. А эта девушка к вам приходила? Ужас какой, бедняжка. Да, похоже. Сережечке точно ее. Зачем она к вам приходила? Она парня искала, друга. Деточка, ваш друг здесь никогда не жил. Вы посмотрите. Может, видели? Я ему писала, он не отвечал. Федор, ласточки. Ласточки? Да. Сейчас. Деточка, подожди. Вот. Переходили на фамилию. Ласточки. Это мои письма. Федя дал этот адрес. Деточка, я не знаю, твой Федя здесь не жил и никогда не был. Ты прости за письма, что я их на почту не отнесла. Некогда было и руки не доходили. Ты не переживай, я не читала там все. Не переживай, в адресный стол сходи. Там найдут твоего Ласточкина. Вы говорили, что она вам показывала фотографии. Как выглядел парень? Молодой. Лет 25 и не больше. У него еще татуировка на руке была. Штурвал. Штурвал? Или чертово колесо? Может и чертово колесо. Не помню, давно было. Да вы пейте чай. Горячее пока не могу. Зуб болит. Понятно. К врачу не хотите. А есть средство одно? Народное. Какое? Очень помогает. Чур вас. Я лучше к врачу схожу. В тупике по улице Короткой в городе Краснодаре двое молодых людей обнаружили труп неизвестного. Ему сломали шею при помощи приема, который используют десантники. Убитым оказался чех Сденек Кучера, работник лунопарка. Он приехал в Союз искать свою пропавшую почти год назад сестру Петру Кучеру. Сыщики выяснили, девушку убили, сломали шею так же, как и ее брату. Убитая была беременна. Под подозрение попадает некий Федор Ласточкин. У него на руке татуировка в виде чертового колеса. Никишов очень быстро разыскал Федора Ласточкина. В Краснодаре жителей с такими именем и фамилией было всего двое. Пенсионер и молодой военный 25 лет. Зять генерала начальника штаба округа. Когда навели справки, оказалось, что парень служил в ГДР, в военном городке под Лейцегом. Потом его перевели в Краснодар. С момента победы в Великой Отечественной до развала СССР на территории Восточной Германии постоянно находилась западная группа советских войск. К 1954 году это уже было государство в государстве. Советские военные городки, заводы, русскоязычные школы для детей военнослужащих, казармы для призывников. Служить в ГДР считалось престижным. Тут даже призывники, в отличие от тех, кто проходил службу на территории Советских Республик, получали ежемесячное денежное довольствие в марках. К моменту окончания службы многие из них скапливали приличную сумму, на которую перед отправкой домой могли купить джинсы, фотоаппарат или магнитофон. Хватало и на подарки. Например, несколько коробок импортных конфет, блок жвачки или хорошие французские духи для невесты. Федор Ласточкин женился еще до службы в ГДР. Ходили слухи, что именно генерал выхлопотал для зятя направление после училища в группу советских войск в Германии. По возвращению в Краснодар в сентябре 1974 года Федор продолжил службу в штабе округа личным помощником генерала. Парень владел навыками рукопашного боя. Когда Никишов и оперативник приехали по адресу, где проживал Ласточкин, того дома не было. Его жена Светлана Ласточкина согласилась ответить на вопрос исследователя. Посмотрите, пожалуйста. Вам знакомы эти люди? Они оба мертвы? Да, их убили. Вы знаете их? Парня знаю. Он приходил недели две назад, спрашивал Федю. Феди дома не было, он ушел. А вот девушка... Вроде и не знаю. А вроде и знаю. Борис Семенович, так на стене. Сыщики обратили внимание на портрет на стене. Сходство между снимком Петры и девушкой на портрете было очевидным. Не эту ли девушку напоминает вам убитая? Быть не может. Света, я дома. Ты где? Здравствуйте. Здравствуйте. Света, а это кто? Федя, это милиция. Стоять! Руки! Руки! Ну вот и все. Гражданин Ласточкин, ты арестован. Стоять. Тихо. Ну вот и сходил к врачу. Алло, папа. Приезжай скорее. Тут Федю забрали. Проходи, садись. Ну что, Ласточкин? Твои отпечатки совпали с отпечатками, найденными на месте преступления. Также есть свидетели, которые тебя опознали на фото с убитой. Единственное, чего не могу понять, куда делась татуировка. Это не татуировка, рисунок Петра нарисовала в день знакомства. Так. Романтично. Давай, рассказывай, все по порядку. За две недели до моего отъезда домой мы познакомились с Петром. Случайно. В чертовом колесе в одну кабинку сели. Познакомились. Я провел ее домой, ну и... Сами знаете, как оно. Не знаем. Закрутилась, завертелась. Она меня словно околдовала. Я клянусь, я не хотел. У меня жена, я люблю ее. Три дня мы виделись с Петрой. Потом я уехал в Краснодар. И забыл про нее, даже не думал. И поэтому ее портрет висит у тебя в гостиной. Нет, не поэтому. Мне Петра его подарила. Сунула в сумку прямо перед уездом. Я думал, выброшу по дороге. И забыл. Приехал домой, а жена меня давай обнимать, целовать. Она у меня живописью занимается. Думала, я ей подарок привез. Дальше. Через три месяца в штаб позвонила Петра. Я не знаю, как она меня нашла. и назначила встречу. Ты меня обманул. Адрес другой дал. А говорил, что любишь. Я? Это ты во всем виновата. Да, ты. Ты на меня набросилась. Это же опомниться не успею. Ты набросилась? Да. Я? Да. Я тебе верила. А ты? А ты женат? Я ей все расскажу. Петра, я прошу, тебе не нужно. Я ей все покажу. Я покажу, как ты меня пользовал и картину Марии украл. А она дорогая. Ты у меня за все ответишь. Ты у меня за все ответишь. Я ребенка жду. А ты, бравый солдат, испугался. И решил. Нет человека, нет проблем. Не испугался. У меня вариантов других не было. Мой тесть крутых нравов. Если бы он узнал обо мне с Петра, и он бы меня под трибунал бы отдал. За что? Нашел бы за что. Дальше рассказывай. Через полгода ко мне домой пришел ее брат. Я клянусь, я не знал, что у нее есть брат. Меня дома не было, была моя жена Света. Он ничего не рассказал про нас с Петрой. Ушел. А потом позвонил и назначил встречу. Привет. Привет. Петра говорила, ты любишь именно этот. Спасибо, не стоило. Что ты от меня хочешь? Послушай, я не враг. Я понимаю, у тебя жена, и поэтому я не буду закатывать скандалов. Мне нужно, чтобы ты помог найти Петру. Я не знаю, где она. Она давно не пишет. Очень давно. Последнее, что она прислала, это вот эту фотографию. Хвасталась, говорила, нашла хорошего человека. Помоги. Я не знаю, как тебе помочь? У тебя связи. Тест, генерал, скажи ему, что она друг. Друг? У меня портрет Петры на всю стену дома висит. Ты что думаешь, у меня жена дура? Не поймет, да, когда я поиски устрою? Мне очень нужна твоя помощь. Если, если ты не пойдешь в милицию, я сам туда пойду. А что ж ты такой упертый, а? Спокойно. Не нужно в милицию. Почему? Ты знаешь, где Петра? Если бы я знал, что все так получится, я бы ни на что не сел в это чертовое колесо. Мне сегодня сон снился. Офицера убивает Пешка. Куда не пойду, везде это Пешка. Я все думал, к чему этот сон. А теперь понимаю, что офицер это я. А Пешка? Я? Уйди. Белых, ты слышал? Я Пешка. Сыграем? Когда жена и тесть Ласточкина узнали, что парень причастен к двум убийствам, они ни разу не пришли его навестить. Перед самым судом в кабинете Никишова появилась Светлана и принесла следователю набросок. Сказала, он ей не нужен, но уничтожить она его не может. Оказалось, этот портрет нарисовала известная современная чешская художница Мария Тайен. На Западе уже тогда ее работы оценивались в несколько десятков тысяч долларов. Портрет передали в экспозицию художественного музея. Федору Ласточкину чистосердечное признание не помогло. Суд приговорил его к исключительной мере наказания. Продолжение следует...